Посмотреть на быт Бурят можно не выезжая далеко. В Ангарском районе есть село, где подавляющее большинство жителей, представителей этого народа. Об этом и других особенностях у Одинска в традиционной рубрике новости нашего района. Национальные узоры выделяют Дом культуры среди других зданий села Одинск. Сделаны такие украшения неспроста. Большая часть местных жителей – буряты. Они населяли эту землю еще с 16-18 веков. Историю села можно узнать как раз в стенах самого приметного строения Одинска. На самом деле это не просто Дом культуры, а настоящий центр жизни Одинска. Здесь расположен актовый зал, где проходят все выступления. Дети занимаются в хореографических кружках. Кроме того, в здании расположены библиотека, а также тренажерный и компьютерный залы. Но, к сожалению, сегодня здесь практически никого нет, потому что мы попали в Одинск в выходной. В выходной день необычайно пустынно и на улицах села. Вообще же здесь живет около тысячи человек. Основной род деятельности – животноводство и выращивание овощей. В Одинске около десятка фермерских хозяйств. И личное – в каждом дворе. Виталий Ефимов держит свиней и коров. Для своей большой семьи у мужчины только внуков 10. А также как подспорья к пенсии. Город рядом, удобно раз, что-нибудь купить или что продать. Пожалуйста, 10-12 километров до города и все. Автобусы до ближайшего города Ангарска ходят каждые два часа. Сама поездка занимает менее 30 минут. Кстати, среди первых строителей города нефтехимиков в 40-х годах прошлого века были и жители Одинска. Само село до сих пор продолжает расти. А старые дома местные жители сохраняют и украшают. Долгое время в Одинске жил учитель труда, который славился резьбой по дереву. Он помог обновить часть зданий, в том числе дом Эльвиры Баиртовой. У нас столько молодежи вышли замуж. Он всем сундуки понаделал, всякие эксклюзивные, ага, приданные. У нас такая традиция. И вот-вот карнизы он у меня сделал в доме. И все это безвозмездно. Ведь несмотря на то, что стоит село на реке Китой, который с бурятского переводится как холодный, люди в Одинске добрые и относятся друг к другу и всем гостям села. По-настоящему тепло. Алена Полоненко, Виталий Перетолчин. Новости по будням.